При восхождении на вулкан в Камчатском крае погиб уроженец Гудь-Хрустального. Информацию со списком погибших при подъеме на вершину распространила одно из информационных агентств. Всего в нем шесть имен. Среди них 34-летний уроженец Гудь-Хрустального Максим Соловьев. Вот его страничка в одной из социальных сетей. Как сообщила одноклассница погибшего туриста, в последнее время он жил в Москве, а в Гудь-Хрустальном проживала его мама. Максим мой одноклассник. Информация достоверная. Наш одноклассник общался с его мамой. Гибель сына подтвердила. Мы буквально пару месяцев назад встречались с всем классом, а тут такое даже не верится до сих пор. Один из бывших сослуживцев погибшего туриста охарактеризовал Максима как хорошего и надежного человека. Хороший человек, надежный. Всегда веселый был. Спортсмен. Бегал быстрее всех в роте. Мы с ним в учебке были в Новгороде два с половиной месяца. Дальше нас раскидали по войскам. После службы общались. Он в гости приезжал ко мне на Селигер. Войска железнодорожные. Хороший человек, добрый. Не верится, что так произошло. Весной общались с ним. Помогал мне с разработкой рекламного сайта. Первые новости о трагедии при восхождении на Ключевскую сопку стали появляться еще в субботу, 3 сентября. Местный следком сообщал, 30 августа группа туристов из семи регионов России начала восхождение на вершину. Всего в подъеме на вулкан приняли участие 10 туристов и два гида Новосибирской туристической компании. По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделении ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим. Вскоре спасатели Камчатского края начали спасательные работы, но 4 сентября они не смогли высадиться на вулкане из-за штормового ветра. В понедельник 5 сентября появилось сообщение, что спасательные отряды начали восхождение на вулкан. В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение. Их оптимальная цель – добраться к полуночи до отметки 3300 метров, к домику вулканологов. А утром, с рассветом, продолжить путь до отметки 4158 метров. Между тем, исход поисково-спасательной операции зависит от различных факторов. Погодные условия, наличие пепловых облаков на склонах, таяние летников, сход селевых потоков и камнепады. 5 сентября следком России сообщил о девятерых погибших туристах при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Следственные органы возбудили два уголовных дела.